И продолжаем нашу конференцию. Ну что, как говорится, не вторым хлебом сильны производители Российской Федерации. Есть у нас еще очень интересная культура, такая как морковь. И эта секция, этот блок, он будет посвящен моркови, но в очень интересном формате. То есть мы говорим не просто защита моркови или еще что-то, а мы сейчас в этом формате, в формате мастер-класса обсудим, а как правильно подходить к этой культуре, строить программу защиты, питания, на что опираться. И в этом нам помогут два наших технических эксперта. Кумов Сергей, технический эксперт по овощным культурам России Сингента. И Владимир Илюшин, региональный менеджер компании Валагра. Что, ребята? Прошу, вам слово. Спасибо большое, Дмитрий, за представление. Разрешите тоже два слова добавлю. Действительно, вы услышали сегодня такое слово, как компания Валагра. Большинство из вас уже знает, что компания Сингента и Валагра объединились в мире. И теперь мы представляем одно направление, один бизнес. И в России это направление называется биологические продукты и питание растений. И вместе с Сингентой мы предлагаем нашим партнерам полный комплекс решений для сельского хозяйства. От защиты растений, семян и биостимулятора, антистрессанты и минеральное питание. И Сергей, передаю тебе слово. Уважаемые друзья, давайте улыбнемся. В следующий час мы посвятим полностью моркови. Мы поговорим о том, как ее защищать и как правильно ее подкормить, чтобы получить полноценный и качественный урожай. Итак, хочу сказать, что морковь это не единственная овощная культура. И несомненно лидером среди овощных является картофель. С огромной площадью, которая занимает на территории России около 300 тысяч гектар. Об этом мы ранее говорили. Со своей богатой историей мы знаем, что родиной картофеля является Южная Америка. И примерно в 1698 году именно Петр I был в коммунировке в Голландии, отведал там блюдо из картофеля, был приятно удивлен его вкусовыми качествами. А в срочном порядке решил отправить мешок картофеля на территорию России графу Шереметьеву, дабы тот попробовал тоже это блюдо. Но граф Шереметьев, к сожалению, как минимум его не сварил, а употребил в сыром виде, был разочарован. И на данном этапе развития, на данную дату, к сожалению, картофель не получил распространения. Это было позже, но это немножко другая история. А что мы знаем о моркови? Вот, например, хочу спросить у аудитории. Знаете ли вы родину моркови? Страна либо страна? Какие есть варианты? Любые? Позже, позже. Иран? Ну, так самым неинтересно. А вторая страна? Нет, Израиль. Евреи, конечно, молодцы, но нет. Какие есть варианты еще? Тоже жаркая страна, подскажу. Это с луком туда? Нет. Не буду мучить, это Афганистан. Несмотря на то, что эти две страны очень жаркие, и морковь высокую температуру не любит, все-таки они являются именно родоначальниками моркови. Но она не всегда была такой яркой и оранжевой, в тот вид, в котором мы привыкли ее видеть сейчас. Сочная, да, вкусная. Изначально она была либо насыщенно-фиолетовая, либо ярко-ярко-красная и вообще не сладкая. И в пищу ее не использовали. Она шла, по большому счету, в медицину. Так вот, примерно в 12 веке она получила распространение в Италии, а уже в 16 веке она появилась на территории Европы, Голландии. И примерно в этот момент голландские ученые, ну, голландские, скажем так, производители вывели новый сорт, который уже имеет характерный вид, который мы привыкли видеть сейчас. То есть она стала яркой, оранжевая и сладкая на вкус. А уже только в 17 веке Россия попала на столы высших сословий в России. И именно эта дата считается, скажем так, датой отчета жизни моркови на территории России. Ну, это была минутка истории. Я предлагаю двигаться вперед, двигаться дальше, будет много интересней. И чтобы выяснить все тонкости и нюансы технологии возделывания моркови, пока не мере ее элементы, я предлагаю достать ваши смартфоны и перейти по следующему QR-коду. И перейти в приложение, согласиться со всеми условиями. Везде ставьте «принимаю». Не переживайте, это внутренняя игра. И никуда ваша личная информация не пойдет. Ответы на ваши вопросы будут использоваться в ходе нашего с вами общения. И сразу будьте готовы, что нет правильных или неправильных ответов. Любой ответ, который вы дадите, это единственный правильный ответ конкретно для вашего хозяйства и для вас. Для того, чтобы все прошло, вам необходимо первое согласиться с условиями и ввести псевдоним, который вы можете выбрать для себя. Это может быть цифра, символ, буква или полноценное имя. Не переходите. Коллеги, простите, нас примерно 35 человек, да? Уже 8 человек подключились. Попрошу быть чуть-чуть поактивнее, чтобы… Кто смотрит нас в интернет-трансляции, аналогичным образом могут использовать данный QR-код для того, чтобы принять участие вместе с нами, получить максимально широкую географию и историю вашей действии. Отлично, уже почти 30 человек. 28? 30? Ну что, у всех получилось, коллеги? 36. В прошлой аудитории было 24. Вы лидируете. У кого два смартфона? А зачем? Здесь только пока на интерес. Ого, 40 человек почти. 40. Ну что, начнем? Поехали? Итак, первый вопрос. Кто из присутствующих здесь выращивает морковь? Ничего себе. Отличная динамика ответов. Так, так, так. 40 человек. Ну, 30% аудитории выращивает морковь. Это очень хорошие показатели. Это, скажем так, здорово. Ведь нельзя никогда хранить все в одной корзине. Всегда нужно опираться на ассортимент культур. Это хорошие показатели. Следующий вопрос. Обратите внимание, что люди задумываются и планируют выращивать. Это дополнительно 67%, а вместе это дает 100%. А нужно ли защищать морковь в процессе вегетации? Как вы думаете? Не, ну есть варианты ненужным. Может, она кого-то не болеет. Ну вот. Кто-то задумался. Ну, я думаю, тут единогласно. Да, все понимают, что овощные культуры, и в том числе морковь, конечно, нужно защищать. Без этого не получишь полноценного качественного урожая. Я предлагаю идти дальше. А с какими грибными патогенами вы сталкиваетесь чаще всего в процессе вегетации? У кого-то нет болезни? Мне хочется посмотреть на этого человека. Нет моркови, нет болезни, да? Нет. 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 Ну, тут практически единогласно. Да. Чаще всего в процессе вегетации мы сталкиваемся все-таки с альтернариозом. Да, бывает мучнистая роса, но это больше проблематика южных регионов. Бывает ряд других заболеваний, которые мы не можем определить в силу той или иной причины. Но так или иначе, альтернария – это профилирующая болезнь на моркови именно в процессе вегетации. И финальный вопрос, который касается именно раздела СЗР. Когда вы начинаете защищать морковь? Не, ну кто-то как только появились, да, это тоже вариант. Ситуации разные бывают. Нет. 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 Все ответили? Итак, коллеги, на данном вопросе мнения разделились. То есть есть разные точки зрения. Я предлагаю пока временно отложить ваши телефоны, но не выходить из игры. Она дальше будет продолжаться. Я предлагаю более подробно разобрать именно четвертый вопрос. То есть прийти к общему знаменателю. Вообще, что нужно знать и что нужно понимать при построении именно правильной системы защиты моркови в течение вегетации и других овощных культур? Необходимо знать три момента. Первое – это цикл развития культуры. То есть как она себя ведет в процессе вегетации, где ее слабые места и где она начинает ослабевать. То есть в какую фазу развития – в середине, в начале, может быть в конце. Второй момент. Необходимо понимать цикл развития того или иного патогена. То есть в какой период времени он начинает сопровождать культуру. Пользуется ее слабостью и атакует. И третий момент – это препарат. Нужно знать очень хорошо свойства препарата. То есть в какую фазу развития им работать и на какой патоген он нацелен. То есть цикл развития культуры, цикл развития патогена и сам препарат, с помощью которого можно именно предупредить заболевание. А в редких случаях, скажем так, вылечить. Я провел небольшой анализ по самым распространенным областям, в которых выращивается морковь. И первая из них – это Свердловская область. Скажите, есть кто-нибудь с этой области, мне интересно? В прошлой аудитории были. Они остались там. Вот живой представитель. Сейчас будем подтверждать теорию с практикой. А температурный диапазон в период с 15 июля по 1 августа? 18 дней примерно. А почему именно с 15 июля по 1 августа? Кто может ответить на этот вопрос? Какие есть варианты? Почему именно в этот момент я взял данные, чтобы посмотреть, какая температура и влажность в этот момент? А какая фаза развития моркови в этот момент? Те, кто выращивает морковь, там почти было 30%. Остальные думают. Ну, иногда бывает, в зависимости от гибрида, погодных условий. Но так или иначе, это зачастую смыкание ботвы не в междурядье. Либо начало смыкания ботвы в междурядье, либо ботва сомкнулась уже в рядке. Но так или иначе, вентиляция уже ослабевает. И продувка моркови все слабже и слабже с каждым днем. Поэтому именно в этот момент нужно знать температурный режим. И вот в Свердловске в этот момент температура средняя, среднесуточная, всего 20 градусов, довольно холодно. А влажность около 67%. Это 22-й год. Я смотрел анализы по точным метеоданным. Если взять Москву и Нижний Новгород. Есть кто-то с Московской области или с Нижнего Новгорода? Вот. Живые люди. Я думаю, подтвердят. А температура в этот момент уже чуть-чуть потеплее. 22-23. А влажность? 63-64. Это именно средняя. Это говорит о том, что ночью она может опускаться до 80-85. Днем, да, конечно, она будет в районе 50. Но так или иначе, это средняя влажность. Если мы возьмем Самару, я знаю, что здесь есть представители этого региона, но уже совсем тепло. Самара – это получается золотая середина. Порядка 25 градусов Цельсия и влажность около 57%. Волгоград – центр по выращиванию моркови. Уже жарко. 27 и влага 45. И ради спортивного интереса я взял Астрахань. Я знаю, что есть ряд хозяйств, которые планируют заниматься именно в фруктномасштабном формате. Я в прошлой секции их немножко, скажем так, расстроил по поводу альтернарии. Температура уже 29 и влага 38. А теперь давайте посмотрим температурный диапазон развития альтернарии. С тем, что вы чаще всего сталкиваетесь. От 8 до 30 градусов Цельсия. То есть все регионы попадают по температурному режиму под развитие альтернариоза. А если взять влагу? 80-85. Казалось бы, можно расслабиться, выдохнуть. Все нормально. Альтернарии не будет. Но мы забыли фактор. Полив. Так как в каждом регионе есть верхний полив. Только в Волгограде он комбинированный. Но так или иначе альтернария у нас тоже не отступает. И в Астрахани есть верхний полив. Поэтому при наличии капельной жидкой влаги, то есть 100%, такое тоже бывает в вечерние часы. Патоген альтернарии прорастает в устице листовой пластины всего за 2 часа. Инкубационный период от момента заражения до проявления 5-7 дней. Это идеальное условие. Такое бывает не всегда. Но так или иначе инкубационный период в среднем составляет от 10 до 12 дней. Вот так. А теперь предлагаю перейти именно к фазам развития культуры и выстроить свою систему защиты. Как мы и сказали, что температурный диапазон, который оптимален для развития альтернариоза, в период примерно с 15 июля по 1 августа совпадает со смыканием ботвы либо в рядке, либо начало междуряди. Но так или иначе здесь уже нужно задуматься о том, что альтернария к нам подступает. И в данной ситуации это первая именно профилактическая обработка скором. А кто подскажет дозировку? Кто помнит? Ну 0,6 это нет, уже вне регистрации. Какая верхняя планка? 0,3-0,5 литрный гектар. Все нужно смотреть в зависимости от ситуации. Да, золотая середина 0,4. Совершенно верно. Далее, когда морковь вступает в фазу смыкания ботвы, начало смыкания ботвы междуряди, здесь есть риск возникновения не только альтернариоза. Он сопровождает уже культуру до самой уборки. Какой патоген еще может быть? Совершенно верно. Мочнистая роса. А какой препарат здесь, как вы думаете? Все верно. Это двухкомпонентный препарат, который защитит нас одновременно и от мучнистой росы, и от альтернариоза. В дозировке от 0,75 до 1 литрный гектар. А кто-нибудь знает еще его приятный бонус? Цеделитоп. Какой доп-эффект у этого есть препарата, который дает преимущество, если мы работаем рабочим расходом около 300 литров на гектар, который не всегда доходит до нижнего горизонта? Никто даже не слышал, да? У него есть газовая фаза. При температуре 25 градусов Цельсия рабочий раствор, попадая на листовую пластину, перераспределяется в радиусе 4 сантиметра. Если ваш расход рабочей жидкости около 300 литров, по практике скажу, в этой фазе до низа доходит уже очень мало. В этом плане газовая фаза очень большая подспорья. Но тут есть режим, да, температурный, нужно не забывать, это 25 градусов. Но я думаю, что зачастую в этой фазе еще довольно тепло, особенно если есть вечерние обработки, это 8-9 вечера. Это будет работать. Дальше. Самый острый переломный момент у моркови – это фаза активного роста корнеплода. Мы подходим к полю и видим сплошной ковер, который уже полностью сомкнулся и колышется ветром. Это красиво смотреть. Но здесь морковь начинает отдавать все силы будущему корнеплоду, будущим детям. То есть материнский организм переходит в фазу перестроения от роста вегетативной массы к росту корнеплода. Здесь получается эффект ослабления иммунитета, и патогены этим пользуются. Поэтому в данный момент целесообразно защитить морковь нашим новым препаратом – новый фунгицид Миравис. Я думаю, многие о нем уже слышали, и на предыдущих конференциях, может быть, уже кто-то им работал. Этот препарат работает зарегистрирован не только на картофеле, он зарегистрирован еще и на моркови, против ряда патогенов. В данной ситуации в дозировке от 0,35 до 0,4 литров на гектар – это оптимальное решение, чтобы заложить крепкий фундамент для спокойной работы дальнейших фунгицидов. Далее, не нарушая условия антирезистентной программы, мы работаем препаратом Седолитоп. Также продолжаем защищать от мучнистой росы и от альтернариоза. А теперь вопрос к аудитории. Как вы думаете, какие есть еще болезни у моркови, которые не проявляют себя в процессе агитации, но доставляют массу неудобств уже при хранении? Скажите, все с ней сталкиваетесь? А как долго у вас вообще морковь лежит? До какого максимального периода? До марта? Мая? Можно похлопать. Это очень хорошие показатели, потому что большинство фермеров не могут до мая додержать морковь в силу тех или иных причин. Как правило, в начале марта она уже практически вся не в том состоянии. Так вот, при температуре почвы около 15 градусов Цельсия, именно почва, не воздуха, разница с воздухом это плюс-минус 2 градуса. Поэтому здесь нужно, если мы хотим мониторить, нужно мониторить температуру почвы. Она начинает прорастать. То есть склерозы, которые находятся в почве, если они есть, начинают прорастать плодовыми телами, так называемыми апотециями. В дальнейшем происходит созревание, и споры разлетаются по полю. Попадают либо на вегетативную часть, которая была ранее поражена альтернарией, либо в верхушку корнеплода. Если в течение вегетации были частые стрессы, то здесь обязательно будут микротрещины, вы их не увидите. В дальнейшем при уборке морковь попадает в склад, плюс лом, и патоген этим пользуется. А потом уже примерно декабрь, может быть, начало января, появляется белый пушистый налет, появляется ослезнение, тургор теряется, повышается температура. Ту температуру, которую вы задали в хранилище с помощью микроклимата, невозможно удержать, если морковь начала уже, скажем так, течь. Поэтому возникает цепная реакция. А виной тому вот это заражение. Поэтому, чтобы бороться с данным патогеном, нужно подходить комплексно. И первый этап профилактики – это еще поле. И в данной ситуации это Миравис, но уже в другой дозировке. Поэтому, если мы хотим заложить фундамент для спокойной работы фунгицидной защиты по вегетации, при смыкании батовой – это Миравис в дозе 0,35-0,4. Если мы хотим защитить и сделать профилактику, и заложить хорошее хранение, как один из элементов, это Миравис уже в фазе моркови, именно созревания, в тот момент, когда белый гниль начинает быть активной. Вот так. От 0,7 до 1 литра. Коллеги, хочу обратить внимание. Вылив рабочего раствора в данной ситуации около 300 литров будет абсолютно недостаточен. В этом году я тестировал два расхода рабочей жидкости – 300 и 430. Не получилось сделать 400 в силу технических причин. У меня есть в телефоне фотографии, после официальной части, кого это интересует, я могу их показать, и вы увидите своими глазами, что 300 литров – это вообще не расход рабочей жидкости на моркови, особенно если у вас сорта с раскидистой ботвой. То есть пробить низ практически невозможно. Уважаемые друзья, у меня к вам есть еще один вопрос. Как вы думаете, достаточно ли только средства защиты растений, чтобы получить полноценный качественный урожай, который будет в дальнейшем храниться? А что еще нужно? Какие есть варианты? Совершенно верно. Да, как один из элементов, я согласен. Чем меньше боя, тем лучше в последующем сохранность. Кто сказал «подкормки»? Однозначно моркови нужно подойти к полному созреванию, чтобы корнеплод снизу затупился. Это даже не обсуждается. В идеале морковь должна попасть под легкие заморозки, чтобы накопить сахара и в дальнейшем пойти в склад уже полностью уснувший. Прозвучало минеральное питание. Я предлагаю уже о подкормках и о минеральном питании в целом передать слово моему коллеге Владимиру. Он более подробно расскажет о всех нюансах питания, которые помогут вам в течение сезона. Владимир? Конечно. Да, конечно. Владимир, вам слово. Спасибо большое, Сергей. Для того, чтобы мы продолжили, я попрошу вас снова вернуться к вашим мобильным устройствам. Потому что далее мы запустим опрос. Сергей, прошу тебя поуправлять квизом. Следующий вопрос будет звучать следующим образом. Как мы поняли, третья аудитория выращивает картофель. Но для того, чтобы понять, какая технология используется вами, хотелось бы знать, какой полив вы используете при выращивании моркови. Просим выбрать вас из вариантов. Это вопрос на самом деле очень важный, потому что различные технологии орошения подразумевают различные технологии тоже минерального питания под корма. Те, кто использует капельный полив, здесь все очень легко регулировать, в том числе питанием через капельную ленту. Но для тех, кто выращивает морковь без полива, вопрос доставки макро- или микроэлементов в критические фазы роста и развития моркови стоит очень-очень острым вопросом. И почему это важно при выращивании картофеля? Давайте для этих целей мы нарисуем педестал. Педестал, как обычно, есть первое место, второе и третье. Но в данном случае это будут не места победителей, а места максимального потребления тех или иных макроэлементов. Как вы думаете, какой из макроэлементов является ключевым для моркови с точки зрения роста и качества моркови? Калия, абсолютно верно. Это номер три, но значит, что его пропорция должна умножаться по отношению ко второму элементу. Какой второй элемент, например? Тоже важный. Фосфор, он будет находиться на самом деле на третьем месте. Его потребность в зависимости от типа почвы, опять же, имеет минимальное значение. Азот, как мы уже поняли, является таким вторым вариантом и используется в течение роста и развития моркови и должен доноситься дробно. Для того, чтобы правильно вырастить морковь и получить максимально высокий урожай, нужно обследовать следующие стратегии. Под основное внесение удобрений, которые мы вносим в почву и привыкли вносить почву, нужно внести от 3 до 50% объема по азоту. В основном фосфор и калий мы вносим в основную обработку, потому что потом доставить их будет по листу, либо со следующими обработками очень сложно, потому что калий и фосфор практически немобильны с точки зрения усвоения почвенным коллоидным раствором. Итак, азот, половину мы вносим до начала вегетации, до посева. И две вторые стадии, одна из них после того, как произошло формирование конечной густоты стояния моркови, скажем, здесь вторая обработка. И последняя обработка азотом для того, чтобы сформировать качественную и мощную ботву, необходимо внести, когда у нас 9 и более настоящих листьев, для того, чтобы вегетативная часть смогла в будущем работать на накопление непосредственно корнеплода вашего будущего урожая. Давайте перейдем к следующему вопросу, а именно… Сергей. Применяете ли вы листовые удобрения при выращивании моркови? И какая стратегия принятия вами? Отлично, пока что 15 ответов, но 100% людей используют листовые НПК. Если вести речь о стратегии питания любой на самом деле сельскохозяйственной культуры, то нужно помнить таких два столпа основных. На начальных этапах роста и развития любому растению требуется максимальное количество фосфора, потому что фосфор будет работать над тем, чтобы увеличивать мощность вегетативной массы. Но фосфору необходим азот для питания. И поэтому азот и фосфор в норме, давайте напишу НП, в норме приблизительно 70-90% необходимо донести непосредственно в фазу до третьего или даже до четвертого, шестого настоящего листа. Это позволит сформировать качественный фотосинтетически активный листовой аппарат. Далее калий. Это второй столб, на котором должна основываться любая технология выращивания той или иной сельскохозяйственной культуры. Когда необходимо доставлять калий к культурным растениям? Не стесняйтесь давать ответы, потому что ваш опыт на самом деле будет полезен тем, кто еще не начал выращивать морковь, как мы сегодня поняли. Абсолютно тоже верный. Калий мы вносим при посеве, потому что последующее применение калия не свяжется с почвенным поглощающим комплексом. Поэтому основные удобрения мы всегда кладем в почву до посева. Но самое высокое потребление калия наступает в период активного роста корнеплода и в период оттока сахаров, питательных веществ от вашей вегетирующей части растений. В данном случае это у нас ботва. И весь этот калий будет стимулировать отток сахаров, питательных веществ в корнеплод будущий, влияя на его вкусовые качества, на его хруст, сок и накопление сухих веществ. То есть применение калия в период, предыдущая аудитория дала очень хороший ответ за 3-4 недели до наступления уборки, приносит вам максимальную прибыль и рентабельность с точки зрения листовых подкормок калия. Более того, задам еще один дополнительный вопрос. Когда необходимо применять листовые удобрения, если мы уже положили в почву достаточное количество азота, фосфора и калия? И для чего применять водорастворимые удобрения по листу? Не дожидаясь ответа, позволю себе ответить на этот вопрос. Безусловно, самое главное минеральное питание поступает растение через корневую систему. Но бывают такие условия, как мы уже слышали, низкие температуры, засуха. Кто-то выращивает морковь без полива, и в период критического роста и развития, например, может отсутствовать капельно-жидкая влага в прикорневой зоне. И поэтому растениям необходимо доставить важные элементы питания через лист. Это единственный способ помочь растению физиологически продолжить нормально развиваться, не испытывая стресс и не теряя потенциал урожайности. Применение калия по здоровому листу, начиная от стадии 50% корнеплода и 80% биологически зрелого корнеплода, позволяет увеличить урожайность моркови от 10 до 15% в сравнении с отсутствием данной обработки. Поэтому рекомендую вам не исключать из вашей технологии данный агротехнический прием и его использовать. Листовые подкормки водорастворимыми НПК абсолютно нормально совмещаются с фунгицидами, синтетицидами, но не рекомендуется применять с гербицидами. По той причине, что гербициды снижают способность растений усваивать питание, доставленное через лист и в том числе через корень. Растение будет находиться в шоке, это называется фитотоксичное действие гербицида, и просто-напросто на определенное количество времени прекращает физиологические процессы. И внесение листовых подкормок вместе с гербицидами, к сожалению, не оправданно. Зачастую даже азот может усилить негативное воздействие гербицида на культурное растение, и вы получите дополнительный риск фитотоксичности. Итак, следующий вопрос звучит таким образом. Какие микроэлементы вы используете при выращивании моркови? Интересно, что практически все микроэлементы назвали, и это прекрасно, потому что абсолютно все микроэлементы играют важную роль в цикле роста и развития моркови. Все еще с уроков физиологии в университете или в школе помнят, что бор для моркови является одним из таких ключевых элементов, который позволяет избежать так называемую дуплистость. То есть применение бора снизит риск возникновения микротрещин в верхней части корнеплода. Тем самым мы можем спокойно говорить о том, что растения, которые не испытывают потребность в данном микроэлементе, будут нормально физиологически развиваться и закроют себя от дополнительной инфекции из дне. Магний и марганец. Магний в большей части, видите, люди предпочитают использовать на моркови. И объясню, почему. Многие даже из вас могут не догадываться, а может быть и знают, что магний также влияет на окрас корнеплода. Особенно те гибриды, которые страдают интенсивностью окраски. С помощью магния можно увеличить эту интенсивность окраски, и это будет более привлекательный корнеплод. Но самая главная роль магния является элементом ядра хлорофила, и мы будем более иметь активный фотосинтетический аппарат. Очень рад, что больше 50% аудитории ответили кальций. И хотелось бы спросить, а почему кальций, какую роль кальций вы закладываете в вашей технологии выращивания картофеля? Укрепление клеточных стенок корнеплода, верно. Лежкость увеличивает, замечательно. Какой кальций и по какой технологии вы вносите? Это листовое применение, либо вы кальций в почву вносите? Почву, почву, почву. Отлично. Кальций в почву с какими продуктами? Кальций в почву. Кальций в почву. Кальций в почву, здорово. Вынос кальция на гектар равен выносу азота. То есть если мы говорим, что морковь с гектара будет выносить 40, 60, 80 килограммов азота, то, соответственно, такой же пропорциональный объем кальция она будет выносить с пропорционально одной и той же единицы площади. Поэтому роль кальция на самом деле незаменима в технологии выращивания картофеля. И кальций напрямую отвечает за дыхательные процессы. Абсолютно верно. Морковь и картофеля тоже. Самый главный момент, что отсутствие кальция в листовом аппарате, вегетирующей части растений, может привести к тому, что кальций будет мигрировать из вашего корнеплода и подниматься в листья. Поэтому решение дефицита кальция по листу в ботве моркови позволит вам сохранить большее количество кальция непосредственно в ваших корнеплодах. И ваши корнеплоды будут иметь лучшее качество для хранения. Абсолютно верный тоже комментарий. Бор и кальций, они два очень дружелюбных микроэлемента. И зачастую некоторые производители говорят, что применение бора совместно с кальцием улучшает качество усвоения этого кальция. Но здесь нужно быть очень осторожным. Молекулы болора связывают кальций и помогают доставить его к нефотосинтезирующим тканям. Например, плоды томатов, яблок и так далее. Но кальций абсолютно не обладает базипетальным свойством. И применение кальция по листовому аппарату, к сожалению, ни бором, ничем другим мы не сможем доставить непосредственно ни в корнеплод, ни в клубни картофеля. Для того, чтобы решить два дружелюбных момента бор и кальция, необходимо сработать на стадии, скажем так, карандаша. 4-6 листьев. В этот период, решая вопрос с дефицитом бора, в том числе и кальция, мы закладываем будущий потенциал. Но важно брать во внимание, что кальций в процессе роста и развития растения будет потребляться в огромных количествах. Просто именно в этот период бор повлияет на закладку колец, будущего накопления дальше сахаров и физиологической устойчивости ваших корнеплодов, клубнеплодов к патогенам. Возможно, такую теорию именно для лёжкости люди рассказывают, потому что он влияет на пластичность клеток, бор. Но вопрос, насколько сильно мы сможем бор доставить в этот период, и он сможет успеть мигрировать и поместиться непосредственно в корнеплод. В этой части ответа мне сложно сказать, потому что нужно понять и рассчитать скорость перемещения этого бора из вегетативной части непосредственно в корнеплод. Здесь нужно этот момент учитывать, потому что применение его на стадии 50%, например, физиологической спелости корнеплода, может быть слишком поздно, потому что его миграция будет за две недели, вы думаете, будет достаточно. Хорошо? Давайте перейдем к следующему вопросу из нашего квиза. Используете ли вы биостимуляторы и антистрессанты при выращивании моркови? Участники продолжают отвечать. Практически паритет аудитории 90% используют. Есть люди, которые нет, может быть, к этой части аудитории у меня вопроса, почему нет. Почему вы считаете, что моркови нет необходимости, например, использовать биостимулятор, или может быть, все ограничено финансовой составляющей? Но это риторический вопрос, на который я постараюсь ответить. В течение всего цикла роста и развития морковь сталкивается с различными стрессами. Начиная от момента прорастания, когда молодые чувствительные листья пробивают поверхность почвы. Далее, в период роста начальных стадий, растения моркови сталкиваются с большим количеством абиотических стрессов, вызванные окружающей средой. Это перепад дневной и ночной температуры. В этот период необходимо огромное количество потребления минеральных веществ из почвы, но растение не может их потреблять, потому что испытывает стресс. Дополнительно мы нагружаем растения гербицидными обработками, поэтому они сталкиваются с дополнительным стрессом, и на 3-5 дней просто-напросто никакого прогресса в развитии не имеется на поле. 3-5 дней – это даже оптимальные условия, зачастую это бывает 10 дней, 2 недели, в зависимости от температуры воздуха окружающей среды. Далее, очень отличный комментарий был тоже от Сергея. Любая болезнь поселяется на ослабленные растения. И биостимуляторы на основе аминокислот, вы все прекрасно знаете такие продукты, это изобион, это мегафол, квантис, кто выращивает полевые культуры, также знают такого рода продукты, помогают растениям включить физиологические процессы, связанные не с выживанием, а связанные с противостоянием этих абиатических стрессов без использования собственных ресурсов. То есть мы всегда должны помочь извне растению чувствовать себя прекрасно для того, чтобы получить максимальный потенциал урожайности. Отличный вопрос. Для всей аудитории, кто не слышит, или для тех, кто смотрит нас в онлайн-трансляции, возможно ли применять или рекомендуем ли мы применять биостимуляторы на основе аминокислот с гербицидами? Ответ однозначный – нет, если мы говорим конкретно в данной ситуации про морковь. Потому что аминокислоты обладают транспортным свойством и затягивают действие вещества гербицида в культурное растение, тем самым усиливая риск фитотоксичности. Мы проводили в компании Валагра совместно с сотрудниками компании Сингенты в различных территориях Российской Федерации большое количество опытов, где изучали воздействие баковых смесей. Гербицид вместе с биостимулятором на основе аминокислот – совместное применение. Один день после, два дня после, три дня после, накануне, за один день, за два дня, за три дня. Лучший результат с точки зрения бункера и прибавки урожайности достигается на второй, третий день после применения гербицидов. Это позволяет растениям уже на четвертый, пятый день после гербицидной обработки быстро восстановиться и развиваться. К сожалению, один момент. Если мы применяем гербицид сегодня, а завтра выходим с биостимулятором, чтобы быстрее отпаить культурные растения, эффект будет на культурные растения, но мы отпаиваем в том числе и сорняки. Эффективность применения гербицида, к сожалению, снижается. Но точно вы должны понимать, что применение гербицида совместно с биостимулятором на основе аминокислот вызовет дополнительный эффект фитотоксичности на ваших культурных растениях. Три культуры, на которых мы не видели такого эффекта, если говорить вообще в разрезе всех культур, это зерновые, сахарная свекла и, наверное, гербициды на основе граминицидов. То есть там, где мы говорим, что это не селективные гербициды, там мы можем использовать совместно вместе с гербицидом. Поэтому я вам настоятельно рекомендую, как рекомендую, когда у вас болит голова, принимать обезболивающие, использовать биостимуляторы, потому что они позволят вашим растениям продолжать нормально функционировать, не тратя собственную энергию на противостояние тем или иным абиотическим стрессам. Давайте перейдем, наверное, к заключительному вопросу, после чего мы выполним еще одну активность. Для того, чтобы понять, какие, например, ожидания у вас от затрат от ваших или какое количество денежных средств вы готовы инвестировать для того, чтобы получить качественный урожай, понять, кто сколько тратит на биостимуляторы или водорастворимые макро- или микроэлементы своей технологии. А какая цифра? Ну, это значит, что сумма не важна, инвестиции должны оккупаться. Я думаю, это в эту категорию входит. Потому что действительно, если вы вкладываете 10 тысяч, значит, у вас есть цель получить 15-25 как минимум прибыли от данных инвестиций. И мы очень рады, что аппетиты уже второй аудитории не ограничиваются. И поэтому давайте перейдем к следующей активности, в которой, наверное, Сергей, твоя помощь нужна будет. Спасибо большое вам за участие в ПИЗе. Если есть дополнительные вопросы в отношении минерального питания, антистрессового действия продуктов, макро- или микроэлементов, мы до конца дня и вообще теперь навсегда находимся с сингентой. Можете звонить в колл-центр, можете писать письма вашим контактным менеджерам. Будем рады помочь. Итак, дорогие друзья, большое спасибо за внимание. Но это еще не все. Я предлагаю вспомнить наше детство. У всех оно было разное, но я думаю, у большинства из вас должен был быть конструктор. Не всегда лего, но так или иначе. Итак, мы не будем вас мучить фазами развития. Я думаю, все вы их уже уяснили. Кто выращивает морковь, вас можно ночью разбудить, и вы расскажете все точно. Знаете, какой патоген преследует морковь в течение вегетации, это тоже не проблема. А давайте вместе еще раз проговорим и построим систему защиты и питания вместе. Итак, фазу смыкания ботвы в ритке, либо начало смыкания междурядия, именно профилактика. Каким препаратом целесообразно отработать? Цеделитоп или, может быть, Скор, может быть, Миравис? Можно убирать Скор. Одновременно. Какие есть еще варианты? Скор. Совершенно верно. Это Скор. Это первая обработка. А когда морковь вступает в фазу смыкания ботвы, начало смыкания ботвы, есть риск возникновения не только альтернариоза, а мучнистой расы. Совершенно верно. Цеделитоп. А кто помнит дозировку? Литр. Ну, литр – это максимальная. А от и до? Формально. Совершенно верно. От 0,75 до 1 литра. В зависимости от ситуации. Третья обработка, которая сделает крепкий фундамент и спокойную работу будущим фунгицидам. Миравис? Совершенно верно. Это Миравис. По истечению 14 дней, не более, чтобы не нарушать условия и антирезистентные программы, и не дать патогенам расслабиться против мучнистой расы и альтернарии далее. И завершающая обработка именно в фазу созревания, когда активизируется не только мучнистая раса и альтернария, но продолжает свою активность, но и другие патогены. Все верно, коллеги. Большое спасибо. Владимир, вам слово. Сергей, ты очень легко справился с этой задачей. Давайте я буду вам показывать тогда кубики, и вы будете мне помогать вставлять их в правильные места. Давайте у нас есть вот такое. Брексил кальция, мегафол, как антистрессовый продукт, и плантофол 20-20-20, как элемент питания, где сбалансировано у нас находятся макроэлементы в виде азотфосфорокалия. Для того, чтобы, может быть, проще было, у нас есть три таких кубика. Есть мегафол, плантофол 20-20-20 без кальция. И последний вариант – брексил кальция и плантофол 5-15-45, где 45% калия. С чего начнем? Я буду ставить кубик, куда вы мне скажете. Калий в конце, да? Отлично. Давайте в конце ставить, я думаю, как раз, когда мы выполняем созревание. То есть инвестиции не важны, главное, чтобы они окупились. Мегафол плюс плантофол без кальция. Посередине? Раз разделились мнения. Посередине или начале? Так, вот дискор все-таки. Да, дискор. Давайте тогда так. Когда мы кальций ставим? Когда роль кальция нам важна пораньше или попозже? Тогда вот так вот, да? Как я понимаю. Мираис. И этот все-таки мы ставляем тогда в самом начале. Отлично. Если бы мы говорили даже не о 20-м плантофоле, а о фосфорном плантофоле, было бы, наверное, еще проще принять решение. Но фосфорный плантофол мы обычно начинаем рекомендовать после первой, второй, если кто-то два раза работает гербицидами, обработки для того, чтобы помочь решить вопрос с фотосинтезом и с активным нарастанием ботвы. Мы отлично вместе справились с задачей, которую вы ставите перед нами в роли правильных рекомендаций, а вы нам помогаете достигать успеха за счет того, что когда мы видим удовлетворенные лица фермеров, которые получили максимальный урожай. Так, дорогие друзья, вам большое спасибо за активность. Вы просто молодцы, выполнили все поставленные задачи. Давайте поаплодируем друг другу.